Знаешь, мама, прости, что я была упряма, прости, что я не понимала, в чём я была неправа. В Алуйской школе-интернате для слабовидящих 67 детей. Пением занимаются все. Конечно, у кого-то лучше получается, у кого-то хуже, но музыка, несомненно, помогает самовыражаться ребятам, которые видят или плохо, или не видят вовсе. Чувствую себя такой звездой. Мне это дело нравится, это творчество, как бы можешь дать своим эмоциям вырваться, и мне кажется, это очень хорошо. Когда появилось в нашей школе это оборудование, это было что-то новое, и мне кажется, наши концерты школьные будут более профессиональны, как в ДК или на других фестивалях. Эта школа подшиф на учреждение офтальмологического центра «Поколение». Куда обращаться за помощью вопрос не стоит. Фонд «Поколение» Андрея Скотча. Здесь детям помогали неоднократно, не отказали и на этот раз. Педагоги уверены, такая техника определённо на пользу. Она поможет детям адаптироваться к современному миру. Полностью незрячих здесь всего лишь порядка 25%. В основные дети слабовидящие. У кого маленькое остаточное зрение, у кого повыше, но они в основном видят. И те световые эффекты они воспринимают. Наши дети участвуют в различных конкурсах, соревнованиях, выезжают за пределы области и выступают на сцене, где профессиональное освещение X. Они просто теряются иногда. Однако дети уже давно выступают не только в стенах своей школы. Кубки и грамоты украшают музыкальный класс. Ежегодно мы принимаем участие в международном инклюзивном фестивале «Алтын Мадан Крым». А это наши награды. Ежегодно в течение пяти лет мы занимаем там призовые места. Сейчас педагоги разбираются в настройках нового светового оборудования. Учатся управлять светом с помощью специального пульта, ставить ритм, рассеивать или направлять свет, чтобы ребята радовались и сияли уже на ближайшем школьном празднике. Завтра, 26 февраля. Татьяна Куликова, Александр Кветко. Такой день на Мире Белогория.